Здравствуйте! Вы на канале Уралспецтранс. Сегодня мы представляем грузопассажирский автобус с бортовой платформой и краноманипуляторной установкой на заднем свесе. Здравствуйте, Константин! Добрый день, Ольга! Мы с петличкой. Кто-то просил петличку, чтобы ветра не было. Мы с петличкой, но мы в цехе сейчас на улице замерзли очень. Пить нельзя на работе. После работы мажем чуть-чуть. Это ГПА, так называемая. То есть это грузопассажирский автомобиль. То есть у нас шасси Урал в данном случае, но может быть любое шасси. Потом идет отсек, где находятся пассажиры. Ну, допустим, какая-то ремонтная бригада. Потом у нас дальше идет кузов, в котором можно что-то перевозить. И на заднем свесе стоит манипулятор. В данном случае манипулятор стоит им 95. Вылет у него порядка 8 метров и грузоподъемность под собой около 4 тонн. Можно посмотреть на табличке тоже есть. Вот она грузоподъемность. 950 килограммов поднимает на вылете 8,25 метра. И 4 тонны он поднимает на вылете 2,1 метра. Ну, также блок управления, кнопка аварийной остановки, сигнализация. Это счетчик моточасов. Вот это характеристика максимальной грузоподъемности. К ней надо относиться достаточно осторожно. То есть лучше проконсультироваться со специалистом и особо не надеяться, потому что вот этот вес, манипулятор будет поднимать в определенных только условиях. И человек, который, допустим, надеется, что у него манипулятор, ну, будет способен поднять груз этот, ну, может и ошибиться. Потому что это идеальные условия, когда груз очень компактный и подъем осуществляется непосредственно где-то рядом с машиной. Если груз какой-то габаритный, соответственно, он уже его не поднимет. Ну, просто габариты не позволят. Про Урал, наверное, особо рассказывать смысла нет. Мы залезем сейчас в кабину, покажем, что в кабине. Значит, вот дверь, значит, окантована достаточно аккуратно, чтобы сапогами не избили, да? Ну и лесенка. Шесть сидений с ремнями безопасности. Вот именно автомобиль сертифицирован с правом перевозки восьми человек. То есть шесть человек вот в этой будке и два человека в кабине машины. Трехточечные ремни безопасности везде стоят в соответствии с существующими требованиями. Ну и здесь как бы вот стоит диван-рундук. В принципе, при желании могут разместиться еще два человека. Ну, вообще, по правилам возить их нельзя здесь. Но сидеть они здесь, допустим, где-то столик же тут есть у нас. Окно с форточкой. Аварийный выход, люк у нас. Ну, это по требованиям. И переговорное устройство. Мало ли, кому-то приспичит по дороге, выскочить. Надо будет. Значит, отопитель стоит автономный. С той стороны стоит тасольная печка стандартная. Ну, охлаждение вот антифриза от двигателя. Напольное покрытие. Кто-то там, я оговорился в каком-то ролике, сказал, покрытие половое. Там прям вот столько этих злопыхателей сразу появилось. Я оговорился. Покрытие напольное. Износостойкое напольное покрытие. Называется автолин. Смотрите, как дверь закрывается. Хорошо, да? Как в Рсадесе почти. Ну, давай борт откроем. Вот. Смотри, как тут специально сделали подушечку, чтобы в колесо упиралось. В данном случае запасное колесо так закреплено. Вот интересная функция крепления для, ну, петли специальные, которые утапливаемые, для крепления какого-то груза. Это подножка, вот, чтобы удобно было лазить. Кстати, вот здесь вот упразднили, упразднили, я не знаю почему, но это или конструктора у нас все это. Здесь ручка была раньше у нас, чтобы удобно было залазить. То есть, вот встаешь, видимо, вот так, вот здесь была ручка. У нее убрали, и вот полез, собственно. Неправильно подножку сделали. Вот здесь надо было прикрутить шурупы. А может, они еще прикрутят, что на заработке стоит? Может, прикрутят, может, прикрутят. Машина для перевозки бригады, ну, летучка так называемая. Что-то где-то сломалось, надо быстро приехать, привезти какой-то агрегат, починить. Ну, с людьми, с людьми выехали, починили, загрузили, увезли. Универсальная. Да, универсальная машина. Ну, прицеп при желании можно зацепить. А, даже прицеп можно еще? Да, ну, вон, фаркоп есть. А фаркоп этот, вот этот не евро? Да, вот, кстати, да, вот, смотрите, вот сейчас вот такие фаркопы у нас завод начал ставить. Поэтому, если у кого-то прицеп, ну, под старый, под старую серьгу, под старый фаркоп надо обращать внимание, заказывать. Ну, вот, собственно. Ну, тогда спасибо вам за краткий обзор. Да, вам спасибо. Звоните, пишите, заказывайте технику. Контакты есть на сайте uralst.ru. В контакты заходите. Там дядька бородатый. Вот, звоните ему. Да, это я. Не забывайте подписывайтесь на канал Урал Спецтран. Задавайте свои вопросы в комментариях. А подробную информацию вы можете посмотреть на сайте uralst.ru. Всем пока! Пока!